Писатель Михаил Жванецкий Песен я не пишу, слова к песням тоже как-то избежал, а вот относительно юмора шучу, простите, смеюсь, высмеиваю, замечаю острым глазом на близком расстоянии, отсюда довольно мрачный вид и пугливая походка. Юмор в нашей передаче звучит всегда, а шутить с возрастом труднее, пропадает бесшабашность, увидишь недостаток, глубоко копать его лень, срежешь верхушку и смакуешь, то есть борешься с плесенью, вместо того, чтобы бороться с сыростью. Раньше кипел, выкипал бюрократы, подхалимы, крючкотворы, а сейчас увидишь бюрократа, а может быть это и не он, вежливый, тихий, нормальный, вежливо примет, вежливо пошлет к заму, тот вежливо примет, к своему заму пошлет, тот к своему, и постепенно выходишь на улицу совершенно окрыленный, с нерешенным вопросом в руках. Поэтому тот, кто работает в науке, открывает то, что неизвестно никому, тот, кто в сатире, открывает то, что известно всем. А судьба выбрала нам профессию удачно, реакция немедленная, сказал хохот, сказал хохот, сказал тишина. А возраст подгоняет, вам-то не видно меня, ну не так уж стар, как не так молод, этакий тополь, часть листьев облетела, и хоть на ствол опираться нельзя, но в тени отдохнуть еще можно. Как говорит молодежь старый и лысый, как говорят пожилые молодой и кудрявый, и хоть я верю пожилым, острить нужно быстрее. Без многого в нашем деле можно обойтись, когда глядишь на это с юмором. И если в нелегких жизненных ситуациях раздается хохот любимого человека, вы понимаете, что в такие ситуации вы еще попадете, а другого такого человека не найти. Поэтому позвольте пожелать себе и вам умного смеха, пусть над ситуацией, пусть над собой. Подумать о себе плохо хоть пять минут в день, это как полчаса бега. Мы можем петь и смеяться, как дети, только повод для этого должен быть разумным. Пусть будет виден ум и глаз у тех, кто сообщает и у тех, кто слушает. А это так быстро передается, так быстро поднимается настроение у обеих сообщающихся сторон, что ради этого и не стоит спать тысячу ночей, чтобы на 45 минут появиться в эфире и сказать с добрым утром, заставляя нас всех бросаться к приемникам. Редактор субтитров А.Семкин